В те времена, когда Украина входила в жесткое противостояние с Газпромом, а потом не раз во время войны, многим из нас приходила на ум перефразированная цитата из бессмертного произведения Гоголя «Чем я тебя породил, тем и убью». Имелось в виду пожелание, чтобы они себе эту трубу вставили в известное место и гоняли газ туда-сюда. Как известно, мысли материальны, а желания, если это сильные желания, в принципе могут исполниться. Похоже на то, что такой момент пришел и причем с огромным бонусом. Но сначала о бонусе. В РФ торжественно объявили о том, что Путин, который по идее к Газпрому акционерному обществу не имеет никакого отношения, утвердил план строительства второй очереди газопровода «Сила Сибири». Первая очередь этого прожекта была смесью распила и закапывания денег в землю, которая даже большинству российских специалистов в области энергетики казалась тихой формой помешательства. То уж вторую очередь строить в никуда может лишь белый, горячий, совсем белый. В общем, тут можно высказать одно пожелание, чтобы и этой трубе земля была пухом. На этом фоне будет понятна основная часть сбывшегося желания. Ведь вряд ли те, кто от души желал Газпрому засунуть себе эту трубу, представлял, как это физически может произойти. До последнего времени это действительно было каким-то сюрреалистичным пожеланием. Но вот все встало на место, и для описания этого процесса мы возьмем цитату из российской прессы. Сокращение спроса на российский газ в Европе, обвал спотовых цен на газовых хабах и кассовый разрыв в бюджете на десятки миллиардов рублей привели «Газпром» к продаже газа самому себе. По итогам 2019 года «Газпром» продал газ «Газпромбанку» на 65 миллиардов рублей – 1,05 миллиардов долларов по курсу на конец года. Банк, которым компания на 35% владеет напрямую, а еще на 47% через пенсионный фонд «Газфонд», закупил 7,6 миллиардов кубометров экспортного топлива, которое было закачано в европейские хранилища, но не нашло конечного потребителя. Европейские дочки банка «Газпромбанк», «Свитцеланд ЛТД» и «GPB Financial Services Limited» выкупали газ по договорам Репо. Сделки начались в августе, когда экспортный план «Газпрома» оказался под угрозой. Не правда ли это именно то, что ему желали? Покупать газ у самого себя – это просто замечательная идея. Надо, надо строить больше газопроводов, чтобы покупать у себя существенно больше и перевыполнять план. Правда, россияне так давно оружие продают, и именно так они держатся в лидерах его продаж. Оружие отдают в долг, потом долг списывают и покрывают его из бюджета. То есть оружие отдается даром и оплачивается из собственного кармана. Теперь очередь дошла и до газа. А ведь как все хорошо начиналось. В начале года 2019-го глава компании Алексей Миллер обещал повторить рекорд 2018-го, продав не менее 200 миллиардов кубометров. Но к концу июня поставки упали на 4 миллиарда кубов, до 97,7 миллиардов кубов. И к тому же компания стала убыточной по денежным потокам. Расходы на капитальные стройки на 55 миллиардов рублей превысили поступление от операционной деятельности. В третьем квартале кассовый разрыв увеличился до 166 миллиардов рублей. В общем, торговля «Газпрома» с самим собой должна была показать, что Миллер, а вместе с ним и Путин, не лох. Поэтому пришлось делать фокусы в стиле индийского факира, от первых букв этого слова. И этот дурдом уже никто не скрывает, а российская пресса пишет как есть. Продажа газа самому себе, позволяющая выполнить план по экспорту, становится нормой для «Газпрома». Точно так же компания действовала в конце прошлого года, чтобы отчитаться о достижении рекордного экспорта и преодолении планки в 200 миллиардов кубометров за год. Продать за рубеж такой объем обещал глава «Газпрома» Алексей Миллер. Но к 27 декабря реализовать удалось только 196,8 миллиардов кубометров. Решение было найдено. 4,9 миллиардов кубов «Газпром» продал собственной дочке – «Газпром Маркетинг и Трейдинг». Компания подтвердила сделку и объяснила ее проведением трейдинговых операций. В общем, «Газпрому» пора искать какой-то новый визуальный образ своей компании. И мне кажется, что картинка, внесенная в заглавие, могла бы довольно точно передать нынешнюю ее суть. Только вместо эльфов должны быть изображены Миллер и Путин. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok